все ты поставила да спасибо огромное давай обнимаю так всем доброго времени суток я рада вас приветствовать на нашем вебинаре и сегодня мы с вами посвятим тему нашего вебинара как раз таки правильному питанию и сбалансированному рациону и сейчас две секундочки тут технический момент все все слышно видно все да да все сейчас я на экранчик поставлю и все мы приступаем так итак сегодня у нас с вами будет тему сбалансированного рациона почему мы выбрали именно эту тему потому что по большому счету это основа основ и без этого без нашей базы в принципе нам никуда не деться поэтому темой как раз таки выбрали вот так елен все видно еще раз проверю вас видно а экранчик нет на что это такое ну это просто как его вот все сейчас должно быть видно да итак дорогие участники я рада вас приветствовать на нашем вебинаре прошу прощения за технические моменты иногда зум подбешивает поэтому я прошу прощения и так я хочу всех поприветствовать и представиться сама меня зовут грачева ольга я нутрициолог нутрициолог это тот человек который занимается сбалансированием рациона а также корректировкой здорового корректировка и корректировкой образа жизни также я по совместительству спортивный нутрициолог сооснователь вселенной здоровья работаю со спортсменами и в принципе сама готовлюсь к половинке триатлона и в принципе веду здоровый образ жизни и активные все о чем я сегодня буду вам повествовать в принципе все прошло через меня это сто процентов практика применимая информация и сегодня я хочу поговорить о том моменте что на практике я встречаю огромное количество людей и анализируя их анализ дневники питания я понимаю что сейчас наше питание очень дефицитное и на самом деле по статистике которая говорит о том что всего 14 процентов людей взрослого возраста обеспечены витаминами в полном объеме и если анализируя именно свой опыт могу сказать что больше всего встречается дефицит витаминов группы b железо у женщин у мужчин как правило это дефицит цинка и магния потому что это все сто процентов нивелируется со стрессом также дефицит витамина d ну и некоторых жирорастворимых витаминов в частности а и е и с чем это связывает и связывает это с тем что у нас сейчас несбалансированное питание и скажем так оно дефицитное и здесь я программе рассчитала два варианта приема пищи с левой стороны на экране вы увидите прием пищи с крупой овощной салатом и с рыбой а с правой стороны это макдональдс обычный чизбург это такой небольшой самое интересное что калорийность практически одинаковая у чизбургера чуть-чуть побольше и вас если вы вниз опустите как раз где оценивается витамины минеральный статус вот где витамины и минералы вы увидите что из вот такого приема пищи вот вы получите скажем вот такой объем витаминов а из фитбургера практически не получите витаминов и минералов потому что это обработанный продукт чересчур прошедший термическую обработку где-то жаркого фритюре поэтому многие вещества из них улетучиваются и поэтому питание становится дефицитным и некачественным для нашего здоровья и сегодня я хочу с вами рассмотреть простых 10 правил здорового рациона и я прошу пожалуйста задавайте сразу в чате вопросы по как раз по ходу до пьесы будем с вами разбирать итак первое с чего мы начнем это с воды я вас прошу сейчас если у вас под рукой нет воды взять стакан водички налить и в течение нашего вебинара пить эту воду почему это так важно вода это то вещество практически на практически на 80 процентов а наш организм состоит из воды и эта жидкость во многом определяет качество кожи наше самочувствие могу сказать из опыта что среднестатистический человек не допивает воды и нам гораздо проще выпить какой-нибудь кофе чай все что угодно квас кто пьет чем обычной обычной чистой воды и это наверное одна из самых важных базовых привычек которые стоят которые стоит водить сейчас поэтому если у вас рядом нет стаканчика воды я вам рекомендую запастись и в течение нашего эфира пить воду и пусть это будет первая такая интегрированная привычка в нашу жизнь как рассчитать норму воды я думаю многие знают что рассчитывается она из ходя из 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса то есть условно у меня 70 килограмм я умножаю на 30 будет порядка двух литров я могу сказать что так как многих нет этой базовой привычки не стоит сразу эти два литра если вы решили ввести эту привычку и вас ранее не было до привычки пить воду стоит постепенно вводить этот объем что даст вам вода первое была интересная группа была вернее у меня где мы с девушками их было десять проводили эксперимент как только скажем добавление воды в их рацион повлияло на их самочувствие самый первый момент что отметили девушки было пять девушек нет семь девушек и три молодых человека девушки отметили что ушла сухость кожи и мелкие морщины а молодые люди отмечают что мозговая активность стала гораздо лучше поэтому я вам рекомендую эту потребную вернее эту привычку интегрировать и еще один момент что воду лучше пить теплую у тех людей у кого есть проблемы с желчоотоком частность есть загибы перегибы желчного пузыря я рекомендую пить именно теплую воду градусов 50 которые не обжигая слизистой ну это такая хорошо хорошо теплая вода единственное аккуратно у тех у кого есть камни желчным потому что даже благодаря теплой водой желч можно стимулировать и камни могут пойти поэтому в этом плане нужно быть крайне аккуратным и так когда пить воду честно я вижу что сейчас люди любят начинать свой свой день именно с кофе а я вам советую начинать с воды можно воду добавлять скажем так имбирь если нет вопросов дальше кт желудочно-кишечным трактам можно добавлять лимон можно добавлять имбирь и утром на тощах выпивать стакан воды это поможет запустить все ваши процессы и подготовить ваш организм скажем к началу дня также воду необходимо пить за 20-30 минут до еды таким образом вы также подготавливаете до свой пищеварительный тракт к работе еще важно пить когда хочется есть и есть такая шутка если хочешь есть по и попей воды действительно вот центры отвечающие за голод и жажду близко расположены друг другу и часто мы жажду путаем именно с голодом поэтому пейте воду это поможет вам на понять истинный ли у вас голод также пить стоит и перед тренировкой во время и после единственное очень важно следить именно за объемом просто небольшими глотками пить там в течение тренировки но не выпивая там литрами до воды вот кстати для спортсменов именно те которые активно занимаются спортом может объем воды увеличиваться и в среднем формула не 30 миллилитров на килограмм веса будет рассчитываться в среднем 40 50 миллилитров особенно для тех кто имеет обильное потоотделение также еще один момент хочу отметить что если у вас постоянная монотонная сидячая работа то все таки поставить возле своего рабочего места бутылочку или стакан воды в течение дня маленькими глотками пить тоже очень хорошо влияет именно на мозговую активность также во время болезни пить обычную чистую воду для того чтобы так как вода это хороший растворитель и помогать выводу токсинов и накопленных всяких метаболитов после кофе потому что кофе как раз таки обезболоживает наш организм и есть правило чашка кофе стакан воды и в многих там европейских странах кофе обязательно подают с водой потому что ну скажем это такая культура да питья именно этого напитка кофейного а также необходимо пить в течение дня и не выпивать там залпом сразу там эти два воды то есть все принцип постепенности здесь сто процентов работает кстати если хотите напишите в чатике как у вас с водным режимом пьете воду допиваете ли свой объем воды или нет и если не добиваете то почему может не заходит или не нравится вкус воды расскажу как вкус воды улучшит а также есть такой вопрос нужно ли запивать еду водой все-таки не рекомендуется но если есть желание просто запить прям желание попить воды и чувствуете прям чувство жажда то в принципе 100 миллилитров воды неплохо жажду утолят и еще один момент что не рекомендуется пить воду перед сном во первых вы таким образом можете снизить качество своего сна и вам просто-напросто захочется постоянно до бегать в туалет таким образом вы просто-напросто не вы не выспитесь ну и плюс все есть тем что уже после 19 00 у нас многие процессы замедляются и снижается циркуляция лимфатическая система это чревато тем что у вас могут появиться отеки поэтому на ночь желательно там за час-два до сна не перебарщивать с водой просто если вдруг очень хочется то пару глуточков можно сделать и так сейчас мы переходим к второму правилу сбалансированного рациона это баланс макронутриент что такое макронутриент это вот эти вот три непонятные буквы бжу то есть белки жиры и углеводы и все эти три компонента обязательно должны присутствовать в вашем рационе для того чтобы ваш организм чувствовал себя хорошо активно и в принципе вы обеспечивали всем чем необходимо ваш организм в каждодневном периоде в принципе углеводы белки и жиры представленными следующими продуктами и сейчас мы с вами пройдемся быстро по этим категориям для того чтобы вам стало более понятно если вдруг у вас возникают вопросы вы прям подключайтесь включайте микрофон и задавайте вопросы будем с вами в режиме онлайн общаться и так что такое белки белки у нас встречаются растительного и животного происхождения и считается что растительные жиры они они полноценные у нас есть по разным данным 20 22 аминные кислоты так вот в растительном белке содержится не все аминные кислоты в нет к некоторых продуктах поэтому люди которые сидят на растительном питании например вегетарианцы им необходимо обязательно следить за сочетанием бобовых и зерновых таким образом они в принципе этот белок делают полноценным сразу хочу отметить что когда говорят что вегетарианцы не добирают белка это миф в принципе в растительных продуктах содержится достаточное количество белка единственное его все-таки необходимо правильно сочетать чтобы все-таки его именно в полном аминокислотном белковом до пули добирать и так есть несколько способов как посчитать сколько вам необходимо белка это первый способ это когда вы свой здоровый вес то есть без лишних килограмм умножайте на коэффициент активность если у вас пассивный образ жизни это единица да если у вас более все-таки есть такие средние нагрузки и есть там три в зале там три раза в неделю занятия то коэффициент будет 1 и 5 если высокая нагрузка это 2 если вы спортсмены тренируетесь например более там 10 часов в неделю а то и 17 то будет этот коэффициент 2 и 5 но сразу хочу отметить один момент что чем выше белок в вашем рационе тем большую нагрузку ваша выделительная система в частности очки скажем на себя беру поэтому здесь тоже могу сказать что часто девчонки особенно приходят после белковых диет и у них как правило выделительная система и не с точками бывают проблемы поэтому а везде должно быть везде должен быть баланс а второй способ для определения нормы белка это принцип ладони то есть у каждого ладонь до разное и это весьма условно и но тем не менее использовать его в посидимной жизни можно то есть принцип ладони сколько какая ладонь такой кусочек мясо да именно должен присутствовать в вашем рационе дальше это жиры жиры бывают у нас также растительные животные но еще их подразделяют на насыщенные и ненасыщенные насыщенные жиры это все это жиры именно животного происхождения ненасыщенные как правило это на растительные и здесь хорошо соблюдается отношение 40 на 60 то есть 40 насыщенных и 60 ненасыщенных то есть растительных жиров сразу хочу сказать что насыщенные делятся натуральные и транс жиры что такое транс жиры транс жиры это жиры которые прошли термическую обработку то есть все что жарится во фритюре сделано на маргарине это транс жиры и хочу отметить что транс жиры доказано что они выводятся из нашего организма спустя 50 дней поэтому сейчас и заболеваемость среди молодого поколения усилить то есть раньше допустим только к 45 годам люди имели какое-то хроническое заболевание то есть 35 годам то сейчас уже наблюдается такая тенденция что в 25 годам у людей уже наблюдаются хронические заболевания потому что питание их к этому быстро располагает далее ненасыщенные жиры они делятся на мононенасыщенные это омега-9 и полиненасыщенные это омега-3 и омега-6 сразу хочу отметить что из этих аминокислот самый самый важный вернее аминокислот а жирный кислот является именно омега-3 почему омега-3 мы можем получить только из рыбы холодных морей и больше в принципе никак все что касаемо растительных источников они не совсем биодоступны то есть усваиваются не так хорошо например как омега-3 из жирной рыбы и сейчас можно наблюдать такую тенденцию что даже у молодых людей есть высокий холестерин это может быть связано как например с нарушенным желтеотоком так и просто с нехваткой омега-3 и преобладанием например омега-6 в вашем рационе если еще такую вижу тенденцию что сейчас люди покупают омегу-3 наберут сразу омега-3 6 9 так вот этого делать не стоит потому что в принципе нам необходимо только омега-3 и еще хочу обратить внимание очень такой интересный триггер если вы чувствуете что вам очень хочется жиров вот просто все все шло шло а потом вы просто жутко захотели жиров например сало или кусочек сливочного масла это может быть признаком того что ваша иммунная система уже дает вам сигнал что что-то не так и вашему организму требуется либо отдохнуть либо помочь иммунная система справиться с какими-то вирусами и какой-нибудь нагрузкой поэтому когда вам хочется очень очень жирного до этого не хотелось а сейчас хочется то это может быть признаком того что организм требуется поддержка а также большее количество жиров необходимо при стрессе при гормональных нарушениях потому что именно из жиров строятся наши половые гормоны и поэтому когда я вижу что женщины особенно убирают жиры своего рациона у многих на фоне снижения жиров рационе может прекращаться даже цикл и так способ расчета также есть два есть способ также исходя из коэффициентов активности но в среднем по практике могу сказать что коэффициент 113 в принципе достаточно для обычного человека если касаемо орехов то принципе 30 грамм орехов в день это такая максимальная доза для обывателя и обычного человека больше все-таки это нагрузка на наш организм далее это углеводы 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 есть плохие есть хорошие или по-другому есть сложные и простые плохие или простые углеводы это все что связано с выпечкой сладким мучным все что такое шоколадное вкусное все плохие углеводы которые имеют высокий гликемический индекс то есть на эти продукты уровень сахара в вашей крови зашкаливает просто зашкаливает а все что касается хороших или долгих или еще по-другому сложных углеводов это все-таки более долгое насыщение и не такой подъем уровня сахара в крови сейчас на самом деле есть такая тенденция к избытку углеводов и я вижу в своей практике что сейчас люди практически сидят на углеводах то есть как правило наш среднестатистический завтрак обед и ужин всегда содержит большое количество углеводов там бутерброды булочки сладко и все это приводит как правило к накоплению того же жира и здесь представлены заболевания которые связаны как раз таки с переусердствованием в углеводах здесь и жировой гепатоз это эндометриоз это и ожирение и сахарный диабет и кандидоз и псориаз и всякого рода даже аллергические реакции сейчас связывают именно с избытком углеводов в том числе даже снижение иммунитета поэтому если у вас в рационе преобладают углеводы стоит об этом все-таки подумать задуматься и пересмотреть свое питание как рассчитать норму употребления углеводов также исходя из коэффициента активности и здорового веса и могу сказать так что все-таки количество углеводов для каждого будет разное и вот эти вот коэффициенты это весна весьма условная история и очень сложно исходя из этих формул рассчитывать потребление поэтому сейчас я вам покажу очень простой способ как все-таки быстро собрать себе сбалансированную тарелку и не особо заморачиваться на подсчет вот этих вот калорий на самом деле все достаточно просто половину вашей тарелки то есть вот вы берете любую свою тарелку который вы из которой вы едите делить ее мысленно пополам и каждый прием пищи да допустим вот смотря на тарелку то есть половину вашей тарелки должны занимать овощи и фрукты но больше конечно овощи одну четвертую мы отдаем белково-жировым продуктом то есть это может быть кусок мяса рыбы морепродуктов все что угодно или там бобовые да как источник именно растительного белка одну четвертую мы отдаем углеводом сложным то есть это всякого рода хлебцы это цельнозерновой хлеб или например цельнозерновые крупы и таким образом без подсчета всякого вот этих коэффициентов вы можете себе составлять вот такую сбалансированную и быстрым способом такую тарелку далее третье правило это уменьшать порции к сожалению статистика такая что много людей переедают и на самом деле мы вредим таким образом своему организму потому что например женская ферментативная система то есть ферментов которые переваривают жиры и белки и углеводы может переварить объем пищи порядка качественно переварить хочу еще раз на это внимание обратить где-то 350 грамм еды мужской организм чуть поболее варьируется от 400 до 500 грамм все что мы переедаем едим больше наш организм некачественно переваривать отсюда у нас есть вопросы желудочно-кишечным трактом какие-то вздутие дискомфорты те же запоры все это все это накладывается 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 и в итоге приводят нас к различным дискомфортным состоянием поэтому советую уменьшать порции вкладываться вот в эти границы и не растягивать до себе желудок например дальше четвертое правило это соотношение приемов пищи и тут вот тут важно отметить что на завтрак и обед должно приходиться где-то 75 процентов пищи то есть завтрак и обед наши основные плотные приемы пищи и вот эта пословица которая к нам издревле пришла что завтрак съешь сам обед подели с другом уже надо и врагу вот здесь это правило прям работает и по большому счету ваш завтрак должен состоять из белоков жиров углеводов и клетчатки то есть от всякого рода ягоды салаты и так далее обед в принципе тоже самое а вот на ужин желательно все таки если вы хотите иметь качественное тело подтянутую кожу долго быть в антиэйдж стратегии то есть долго сохранять молодость и красоту ужин делать максимально простым и на самом деле первое время вот такой распорядок дня и трехразовое питание достаточно сложно дается нашим людям потому что все мы привыкли кусочничать и делать всякие всякого рода перекусы и в принципе если вы попробуете и делать себе три полноценных приема пищи без перекусов и вот в той парадигме о которой я сейчас говорю я я думаю что через буквально неделю изменения питания вы увидите изменения в ощущениях уровне энергии и даже через где-то две недели увидите на коже качественные изменения и так правило пятое это убираем пищевой мусор к сожалению в нашем рационе огромное количество переработанных продуктов и самое интересное что даже наша генетика некоторые продукты не может воспринять потому что генетика формируется до генетических вход формируется из поколений в поколение и вот ту пищу которую многие из нас употребляют в принципе не очень свойственно нашему организму поэтому на лицо мы видим увеличение количества людей пострадающих сахарным диабетом ужирением инсулино-резистентностью и всякого рода другими заболеваниями в частности как мужского до порядка так и женского поэтому отдавайте предпочтение продуктам которые подвергались меньшей обработке что касаемо этикеток то на этикеток чем меньше в составе продуктов да указано тем лучше есть такое даже интересное правило нутрициолог правило четырех максимум пяти если больше четырех продуктов пяти правило совсем двинуты нутрициологи они прям не берут эти продукты потому что это уже не есть хорошо и наш организм не готов это переваривать пищевой мусор следующее правило это скажи сахару нет здесь больше идет речь именно о добавленном сахаре все дело в том что сейчас сахар я считаю таким наркотиком которым мы даже не подозреваем что он содержится во многих продуктах и вот есть рекомендации всемирной организации здравоохранения ограничить именно поступление свободных сахаров до 5 процентов если перевести это то это примерно 25 грамм или 5 чайных ложек в день но статистика такова что наш среднестатистические жители россии примерно съедают 100 140 грамм сахара в течение одного дня я сразу хочу сказать что вы многие мне скажете ой да нет я столько не ем но сейчас мы на следующей картинке посмотрим что многие продукты содержат сахара мы с вами не подозреваем нужно не забывать что сахар также содержится и в ягодах и даже в овощах в небольшом количестве в том же молоке есть до молочный сахар поэтому сахар нас окружает везде и сразу хочу отметить что недавно у меня было задание на одном из моих курсов найти какой-то продукт в котором ты никогда не подумаешь что там есть сахар и я нашла сахар в детском нерафинированном оливковом масле и у меня был тогда шок зачем именно в масло нерафинированное казалось бы полезное детское которое насыщено определенными нажирными кислотами для деток положили сахар сейчас предлагаю пройти небольшой тест на сахарную зависимость буду читать вопросы вы на какие вопросы вы ответили да поделитесь пожалуйста в чатике я вижу да тут написали красную проводу сейчас прочитаю буду зачитывать вы отмечаете на сколько вопросов вы ответили да и количество вопросов пожалуйста в чатике напишите мы с вами оценим насколько мы с вами зависим от сахара и так вам хочется постоянно простых углеводов ну то есть вы без булочки бутерброда просто не можешь не мыслите свой день дальше у вас частые простуды и гриппы особенно это те заболевания которые заканчиваются наид танзелит гайморит ларингит всякие вот эти вот особенно связанные с носоглоткой все туда же или например вы вроде только выздоровели и снова заболели это все туда же дальше вы набираете вес и причем он такой происходит постепенный набор вес из изо дня в день понемножку понемножку но вы тем не менее набираете вес дальше у вас есть всякого рода проявления на коже в виде акне или других несовершенств на лице это может быть разного рода высыпания это может быть также сахарное лицо это когда очень видно на молодых девушек девушках вернее когда у них очень мелкие морщинки они выглядят гораздо старше своего возраста у меня старшей дочери у меня три девочки вот старшей дочери будет 14 в параллельных классах есть дети которые выглядят гораздо гораздо старше чем наверное наверно 1 1 11 классники это прям видно что те девочки и мальчики которые полюбляют сахара сахар у них это прям четко на лице отражается и у них правило такое воспаленное лицо и много много прыщей поэтому сахара это прям боль молодого поколения в частности дальше вам постоянно хочется сладко то есть вы каждый прием пищи вам хочется за есть конфеткой дальше вы чувствуете себя вяло или вялым на протяжении дня то есть люблю фразу я встал или встала уже устала то есть нет энергии от слова совсем независимо от времени года дальше у вас начались проблемы с зубами то есть не было но стали есть сладенько и заметили там через какое-то время что с зубками или у ребенка или у вас стали появляться проблемы вы капризнее чем обычно то есть как правило у вас прям раздражительность на казалось бы бытовые вещи и вы более капризные если да то ставьте себе балл дальше вы ощущаете головокружение особенно после еды или когда вы не поели ставим балл все кажется одинаково сладким то есть какую бы вы еду не ели такое ощущение как будто вы едите все одинаково сладко и еще один вопрос вы едите сладко в большом большем количестве чем планировали то есть люблю приводить пример хочу съесть маленький кусочек торта съела весь и это как раз таки очень частая история поэтому если да то ставим балл сколько баллов у кого получилось пишите в чате да чай кстати это национальный да такой напиток поэтому но тем не менее чай воду не заменяет нужно будет а в любом случае воду добавлять пишите сколько баллов у вас получилось если есть возможность подсоединяйтесь к дискуссии так у кого-то у елены ноль но это прекрасный елен вы независимая от сахара это чудесно правило все таки многие люди любят сладенькое и зависимо сколько в день можно употреблять сазам а что такое сазам а сахарный заменитель на самом деле у сахарного заменителя есть очень интересная подоплека некоторые сахарозаменители в 200 раз слаще чем сахар и на самом деле что происходит в организме то есть когда вы употребляете сахарозаменители то организм на сладкий вкус выделяет все те же гормоны тот же инсулин да все те же ферменты для переваривания сладкого вкуса а в организм сладкий вкус попадает как обманка и сахарозаменителями можно можно нарушить вот эту вот чувствительность клеток поэтому я не рекомендую употреблять большое количество сахарозаменителей если вы не болеете сахарным диабетом и все-таки ограничивать этот продукт по мне лучше есть сахар в небольшом количестве чем все заменять сахарозаменителем плюс многие сахарозаменители влияют на кишечную стенку и меняют состав микробиота микробиоты такие бактерии которые живут у нас в кишечнике и по большому счету они отвечают частности за иммунную систему поэтому сахарозаменители я все-таки рекомендую ограничить в рационом спрей биотик в 10 раз люблю все покрыть сразу нужно понять что сухофрукты это сушеный фрукт то есть если вы съедаете я тоже полюбляю сухофрукты если вы считаете вот такую до сушеную черносливенку вы должны понимать что вы съедаете одну сливу если у вас все нормально с углеводным обменом то как замена сладкого это можно использовать но не рекомендуют есть постоянно то есть в принципе как завершение как сладенько можно несколько штучек съедать нужно просто оценивать что одна сухофруктинка это фрукт и допустим когда я съедаю хурму то я понимаю что это целая хурма сколько я хурмы съем за один раз ну наверное одну одну штучку с чем вы пьете чай я люблю чай просто так пить плюс домашняя выпечка я дома готовлю пью чай с обычно за завтраком и готовлю дома разного рода панкейки люблю очень панкейк из банана готовится очень просто какой-нибудь там банан яйцо и немножко муки и на сковородку и плюс ягоды обязательно добавляю ну и плюс домашняя выпечка вот с этим пью ну и если вдруг мне приходится куда-то пойти я просто всегда побольше салата и потом ем какой-нибудь десерт таким образом я просто снижаю нагрузку холестериновую и углеводную с точки зрения подъема сахара и так дальше сразу хочу отметить здесь показала вам продукты и сколько в них содержится сахар и для меня был шок когда я изучала тему сахара что сахар содержится в некоторых сигаретах и как раз здесь представлено исследование это подметы там ресурсами на всякого рода американских или английских исследований то есть зарубежные исследования которые гласят о том что сейчас в сигареты добавляют сахар таким образом усиливая привыкание еще один момент вы посмотрите просто для себя то есть мы помним наша дневная норма это 25 грамм сахара небольшой баночки кока-кола содержится 35 грамм сахара в одном сникерсе до 25 29 граммов сахара то есть вот можно оценить да где спрятаны наши сахара и понять что мы достаточно много их употребляем и здесь вот наглядно видно что там в той же милке да сколько сахара даже в одной баночке казалось бы маленькой йогурта чудо две ложки и по некоторым данным даже три поэтому вот такие вот сахарные скрытые вещи содержатся и мы об этом даже не задумываемся и еще такой момент допустим в кетчупе в 100 граммах содержится 2-3 чайных ложки сахара что же с этим делать если у вас вдруг есть супер сахарная зависимость здесь конечно же стоит нормализовать питание увеличить количество зелено листовых овощей потому что в них содержится большое количество хрома и со временем если вы едите очень много зелени или зелено листовых салатов сладкого хочется гораздо реже и меньше далее это обязательно сон потому что от отсутствия сна очень сильно зависит желание сладкого и использование антисахарных трав из такого что очень быстро ложится это корица есть такой очень интересный лайфхак когда вы чай особенно допустим у многих у кого есть вопросы вот с этими инсулиновыми качелями четыре часа есть жуткий жуткое желание есть чего-нибудь сладкое так вот использование в напитках корицы как антисахарные такой приправы очень классно ложится здесь я представила несколько вариантов антисахарных трав это дженема это солодка кстати солодка надо быть аккуратным он не подходит для людей у которых есть скажем так аутоиммунные заболевания или например высокий стресс это будет усугублять а также это чай тулси он также как антисахарный действует чай так плюс и успокоительный пажетник можно купить в аптеке тоже можно использовать все требует конечно прочтение инструкции консультации чтобы не навредить но вот пиколинат хрома в принципе в обед в дозировке 400 микрограмм если у вас есть прям жуткая сахарная зависимость может вам помочь поэтому в принципе на месяц пиколинат хрома можно добавлять можно кстати сейчас найти на балберисе а зоны по моему даже валарнаша и выпускает пиколинат хрома и как еще можно себя помочь из обычных лайфхаков дело в том что у нас почему мы всегда хотим больше сладкого чем остальных вкусов все дело в том что сладкий вкус как раз таки находится на кончике языка поэтому сладкий вкус для нас предпочтительным это первый вкус который мы чувствуем и есть такое 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 понятие как тренировка вкусовых рецепторов и как раз таки заканчивать прием пищи чем-нибудь горьким например там салатом из рукава да будет как раз таки снижать вашу потребность сладком вкусе дальше забудьте о жарке что этот имею ввиду когда мы любим жарить прям в большом количестве масло я вам советую все-таки приготавливать пищу либо употреблять ее в сыром либо в вареном либо запеченном да либо в тушеном виде потому что высокие температуры при жарке происходит так называемый процесс гликации особенно это характерно для белков вернее это характерно для белков то есть грубо говоря если вы зажариваете рыбу до такой золотистой супер золотистой корочки таким образом вы допускаете в свой организм продукты которые увеличивают процесс старения а все-таки мы многие хотим долго оставаться молодыми и красивыми поэтому все-таки не жарьте но если вы не можете обойтись без жарки то я вам советую два у крайних масла у масла ки у оливкового масла и допустим у кокосового масла достаточно большая точка кипения и канцерогенный эффект у этих масел проходит намного ну скажем он более он более отсроченный то есть для того чтобы выделился канцероген во время жарки на этих масел нужно прям очень-очень сильно постараться ну или из такого привычного там на сале можно даже жарить будет более полезно чем на подсолнечном масле для салата все-таки используйте нерафинированные масла чем отвечаются рафинированные и нерафинированные масла нерафинированные то есть это масла прямого отжима это эти масла используют только салаты и не подвергают их тепловой обработки потому что у них достаточно низкая точка дымления есть рафинированные то есть они иногда с помощью химических реакций подвергаются и ну скажем так производится поэтому еще один момент хочу обратить внимание у тех у кого есть лактозная непереносимость то вот как раз таки топленое масло ки это хороший инструмент для того чтобы водить таким людям в рацион потому что благодарю топлению лактоза убирается из этого масла дальше красота любит жиры и здесь я хочу сделать акцент не убирайте пожалуйста жиры из своего рациона очень много было мифов о том что если вы едите много жиров то у вас высокий холестерин и сразу хочу отметить что всего на 25 процентов уровень холестерина зависит от поступающего холестерина с едой все остальное синтезируется печенью то есть если у вас высокий холестерин это не всегда то что вы кушаете жирные продукты это вопрос к печени это вопрос к желчиотоку или например просто к рациону компенсаторно если у вас мало жиров организм может таким образом увеличивать холестерин поэтому не бойтесь жиров особенно растительных особенно нерафинированных добавляйте их в салаты потому что от этого зависит позже от этого зависит гормональный фон как у мужчин как и у женщин дальше кушайте дикую рыбку это как раз таки возвращаемся к нашей добавки омега-3 почему так важно использовать омега-3 омега-3 очень хорошо влияет на сосуды и кстати омега-3 советуют людям у которых густовато кровь склонная тромбоцитам потому что омега-3 как раз таки способна разжижать кровь вот и единственный вот такой момент что омега-3 не рекомендует у кого низкие тромбоциты у тех у кого тем людям которые готовятся какое-то какому-то оперативному лечению потому что действительно омега-3 способна так действовать на нашу кровь разжижающий что просто она не будет качественно сворачиваться тут важно подобрать дозу и выбрать правильно омегу-3 и здесь очень важно обратить внимание на содержание двух жирных кислот это ЭПК и ДГК вот потому что часто можно увидеть такой момент вот здесь если вы посмотрите на правый слайд здесь написано что омега-3 700 миллиграмм микрограмм миллиграмм да ЭПК всего 180 и 240 грамм ДГК то есть нужно смотреть на содержание вот этих двух жирных кислот их должно быть в дозировке где-то 1000 вот а здесь нас да грубо говоря немножко обманули то есть вроде бы написали что омеги-3 700 а здесь гораздо ниже поэтому на это стоит обращать внимание при выборе этого той же омеги-3 если непонятно то пишите еще раз объясню что я имею в виду то есть важно чтобы как здесь да тотал омега-3 950 950 ЭПК 504 ДГК 378 то есть нам важно именно вот этих две жирных кислот чтобы их было максимальное количество дальше еще один очень классный признак принцип питания это радуга на тарелке для того чтобы максимально обогатить свой рацион для того чтобы максимально его сделать полезным для вас по содержанию антиоксидантов и защитить ваш организм от стояния используйте радугу на тарелке то есть порция овощей свежих каждый прием пищи и вот как раз здесь наглядно представим то есть использовать овощи разных цветов например сейчас да из оранжевого доступна тыква доступна морковь да зелень это все наши там огурцы и рукола да и так далее то есть чем больше в вашей тарелке будут разных овощей тем вы больше доберете антиоксидантов всякого рода качественных нутриентов поэтому есть как раз таки есть такая небольшая табличка в подсказке можно овощи использовать разных цветов если необходимо будет это в более такой качественной картинке пишите я вам отправлю дальше еще один при принцип это калорийность зависит от образа жизни и на самом деле очень часто вижу такую ошибку что люди пытаются себя уравновесить в какой-то один стандарт например написано что женщина должна есть примерно 2000 калорий но на самом деле если эта женщина имеет активный образ жизни она идет пешком на работу но при этом там еще где-то бегает и занимается спортом то здесь может быть и больше калорий а та девушка которая ходит ездит на машине в офис при этом у нее пилатес это будет другая калорийность и здесь конечно все зависит от именно образа жизни следующий момент это здоровый ночной сон и здесь очень важно я понимаю что это к питанию особо не имеет отношения но это базовая базовая необходимость для нашего организма это ночной беспробудный в среднем это восемь часов сон и сейчас я вижу такую там тенденцию что есть нарушение сна у людей и если вы ложитесь спать гораздо позже чем одиннадцать часов вечера то вы пропускаете очень интересный эффект на ваш организм дело в том что где-то с 9 вечера в нашем организме выделяется такой гормон как мелатонин он как раз таки считается и противоопухолевым и иммунным гормоном и мало молодильным скажем гормоном и гормон который выводит излишний кортизол то есть помогает нам работать стрессом поэтому сон качественный в нужное время это основа нашего здоровья если у вас все таки есть вопросы со сном как вы можете себе помочь сейчас есть такой повальный дефицит магния здесь можно добавить магний ваш скажем повседневный рацион есть несколько вариантов есть магний в виде эпсон соли можно приобрести на любых каких там озон озон там не знавал берез везде можно найти эпсон соль для принятия ванн можно принимать курсово ознакомьтесь с противопоказаниями обязательно то есть противопоказано то что нельзя греть если вам нельзя принимать ванну то и ванны с магнием вам принимать нельзя также можно эксдермально действовать магниевым маслом на кожу особенно после душа и здесь такой момент если магниевое масло очень очень сильно щипет на вашей козы то это может говорить о том что у вас явный дефицит как понять что у вас есть дефицит магния возможно это судороги очень сильная раздражительность невозможность уснуть особенно вот когда вы ложитесь просто шучу конечно овец считаетесь уснуть не можете то это такой момент который может вас натолкнуть на то чтобы магния не хватает по практике скажу практически всем не хватает также можно использовать кремлевскую настойку рецепт можно найти в интернете это не история нашего советского прошлого здесь используются натуральные скажем настойки из разряда валерьянка да и мята единственное что настойку стоит именно наливать в горячую воду чтобы пары алкоголя уходили и использовать курсово там десять дней очень хорошо успокаивает и кстати хорошо работает со стрессом еще хочу сказать что если вы испытываете какой-то перманентный стресс очень в долгом течение у вас нет сна то сто процентов магний вам подключить вашу жизнь необходимо а если у вас есть проблемы со сном как нормализовать это все-таки не пропускать завтрак не наедаться перед сном а если у вас есть вопросы засыпания не пить кофе после двух часов и не заниматься сильными физическими активности которые будоражит вашу нервную систему не пить все что связано с кофеином на ночь тот же какао не кушать шоколад еще такой момент помогают гаджеты для сна когда вы за 2-3 часа до сна одеваете специальные очки которые отсеивают синий свет именно синий цвет снижает выработку нашего вот этого гормона мелатонина ну и в принципе здесь рекомендации по улучшению сна написано я думаю что вы прочитаете если нужно будет презентация то я скину без проблем также есть кстати очень интересный гаджет у меня у друзей есть называется будильник рассвет и такая интересная штука когда будильник имитирует как раз таки рассвет и за счет света будет вас гораздо быстрее чем вы бы ставали сами и еще один блок и мы нашу наш вебинар закончим это как раз таки акцент на женском и мужском питании хочу сказать следующее что сейчас женщины многие испытывают дефицит именно железом и у многих можно увидеть железодефицитную анемию поэтому стоит женщинам особенно в цикл добавлять продукты в которые содержат большое количество железа это в частности субпродукты мясо говядина то есть все что содержит железо единственное что хочу отметить что есть как животные источники так и растительные источники естественно растительные усваиваются гораздо хуже чем животные поэтому это нужно учитывать также для женщин я советую вводить в рацион крестоцветные всякого рода брокколи капуста причем разная да все дело в том что данные в крестоцветных содержится вещество которое помогает нашему гормональному фону и здесь как раз таки работа идет на наши женские половые гормоны поэтому дорогие девушки добавляйте пожалуйста в свой рацион такие продукты которые представлены на экране что касается мужчин здесь есть несколько рекомендаций по тем продуктам которые все-таки стоит ограничить или исключить и сейчас на меня обрушится недовольствие если здесь есть мужчины но тем не менее это имеет место быть и так пиво стоит исключить или ограничить мужчинам все дело в том что в состав пива входят фитоэстрогены это как раз таки аналоги растительные женским полновым гормонам и те мужчины которые любят употреблять большое количество пива у них идет ожирение по женскому типу то есть увеличивается грудь и полнеют бедра и все дело как раз таки вот в этом фитоэстрогеновом эффекте а дальше это все продукты которые включают фастфуды до всякого рода соусы именно вот этот вот джанкфуд фастфуд нарушает обмен веществ это касается мужчин кстати так и женщин туда же и сладкого и мощного еще одним именно вот таким фитоэстрогеновым эффектом продукт обладает это соя и все-таки это больше касается мужчин которые сидят на растительном питании что соя все-таки может угнетать мужские гормоны негативно влиять именно половую жизнь и здоровье мужчины поэтому здесь нужно все-таки быть аккуратнее с этими продуктами также мята потому что мята обладает седативным и эффектом и снижает до половое влечение и ослабляет мужские мужскую функцию скажем так поэтому мяту все-таки мужчинам не заваривают а вот для женщин мята влияет очень хорошо ну и избыток соли именно избыток не ограничить не не убирать соли именно когда соли большое количество в рационе выработку тестостерона тестостерон это все-таки такой главный мужской гормон который дает мужчинам силу и вообще вот способность быть мужчиной а еще несколько советов мужчинам это статья которая была опубликована в нашем местном журнале кстати многие мужчины потом многие мужчины делились своими эмоциями по поводу как раз таки продуктов и все-таки мы пришли к выводу что действительно тоже пиво влияет на мужской организм и мужчины согласились тем что пиво именно в большом количестве не так хорошо влияет как можно можно да и так несколько советов мужчины это все-таки следить за питанием следить за весом и сразу хочу обратить внимание что есть такой мини тест что если ваша талия у женщин 80 сантиметров у мужчины 90 если ваша талия больше этих отметок нужно задуматься о том что если вы конечно не какой-нибудь спортсмен на супер не знаю сила силовыми спортами занимаюсь то нужно в этом случае все-таки обратить внимание на свое здоровье также необходимо поддерживать уровень тестостерона на уровень тестостерона очень хорошо влияют именно силовые тренировки но и очень важно прям очень важно работать со стрессом потому что стресс просто убивает в организме мужчины кортизол убивает вот женский тестостерон и мужской тестостерон гормон поэтому стрессокоррецы для мужчины очень 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 важна и кстати магний в этом может помочь у магния кстати несколько несколько форм есть например магний глицинат обычно используют для успокоения есть магний малат как правило его используют для работы с спортсменами магний цитрат очень классно работает как со стрессом так и с тем у тех людей у кого есть склонность к запорам то есть ту реже одного раза в неделю одного раза в день вот и например магнитоурат тоже будет неплохо работать на спортсменов и так еще быстро что может скажем снижать ваш витаминно-минеральный статус это стресс это употребление нежелательных веществ никотин но к примеру например одна выкуренная сигарета съедает дневной скажем суточный даже суточный объем витамина c грубо говоря выкурили сигарету лишили себя дневной дозировки витамина c также кофеин например для тех женщин у которых есть анемия особенно железо зависимое кофеин связывает железо как антинутриент и не дает ему качественно скажем усвоиться поэтому здесь очень важно именно этот фактор учитывать также это различные хронические заболевания всякого рода гастриты да потому что если есть воспаление в желудочно-кишечном тракте то есть и усвоение витаминов минералов ведет гораздо хуже это однообразное питание но тут понятно да то есть чем более разнообразное питание тем больше витаминов и минералов вы из своего рациона потребляете также это использование питания использование неправильной посуды но к примеру я знаю мы сейчас видим повсеместно что мы пьем кофе используя пластиковую посуду и вот эту вот крышу пластиковую сразу хочу сказать если есть возможность убирайте крышку потому что там содержится скажем так не неправильные вещества которые обладают у нас замещающих гормоном эффектом то есть они могут занимать рецепторы половых гормонов и таким образом приводить к тому же экстрагендоминирование у женщин например когда потом развиваются всякого рода неприятности у женщин также снижается усвояемость витаминов именно с возрастом до после 35 лет лет уже идет физиологическое снижение усвояемости витаминов также есть такое понятие как неправильное сочетание витаминов особенно я сейчас вижу когда люди пьют добавки например пьют и цинк иметь сразу вместе а это два препарата антагонисты они снижают усвояемости друг другу поэтому такого допускать нельзя но и также такие категории людей как спортсмены и беременные люди или девушки вернее на грудном вскармливании здесь понятно физиологически потребление витаминов будут гораздо больше итак наш с вами вебинар подошел к концу я жду вопросов сейчас отвечу вижу три вопроса отвечу в чате пожалуйста пишите свои вопросы презентацию отправлю вот если вы вегетарианец то для женщин в принципе для женщин соя будет хорошо влиять для мужчин все таки сою стоит не употреблять каждый день а стоит ее расправлять другими продуктами и пытаться все таки от сои немножко уходить и понятное дело если вы вегетарианец то вам необходимо разнообразное питание от сои вы никуда не уйдете но тем не менее просто не употреблять ее каждый день вот все таким образом будет как раз таки нивелирование рисков есть ли вопросы дорогие девушки и дорогие мужчины если они тут есть если хотите можно прям подключиться голосом задать вопросы я с удовольствием на них отвечу есть вопросы что было может быть непонятно пишите как правильно принимать витамины омегу и как понять сочетается она друг с другом смотрите омегу обычно принимают после еды и зависимости от того какая у вас дозировка в принципе тысяча в тысячи достаточно полторы тысячи для среднестатистического человека достаточная дозировка больше бы я не употребляла и тут все зависит от того какие витамины вы пьете например витамин d все таки лучше употреблять именно после жирной пищи потому что это витамин жирорастворимый и он усваивается именно жирами поэтому в принципе допустим омегу-3 витамин d вы можете пить вместе единственный момент что у вас должен быть качественный желчаток если у вас не очень хорошо с усвоением жиров например если вы пьете если вы пьете омегу у вас отрыжка это говорит о том что у вас не усваиваются жири поэтому тут сначала нужно проработать желчооток пройти может быть детокс кстати мы проводим в своем ресурсе такие такой курс не помогаем с этим справиться вот поэтому здесь вот важно именно желчу проблема витамин d какую дозировку можно смотрите по витамину d первое вы работаете желчоотоком самое простое это пить в горячую воду до теплую перед каждым приемом пищи и в течение в течение дня витамин d нужно будет определять по анализу крови есть такой анализ 25 у аж вы сдаете и исходя из того какой он у вас в настоящий момент вы себе дозировку скажем подбирайте но если у вас например витамин d 15 то здесь скорее всего будут использоваться высокие дозировки если вы будете допустим использовать высокую дозировку ты больше 10 тысяч международных единиц то тут важно допустим принимать вместе с витамином k2 который будет помогать его усвоение то есть тут все зависит от того какой у вас набор нутрицептиков то есть ват а какой лучше килоген пить в порошке или натуральный варить на костях и если на костях то на каких лучше на самом деле коллаген самый нативный самый простой это наш холодец или костный бульон все правильно и кости лучше использовать а животные которые не подвергались антибиотикотерапии да и варится такой бульон чтобы коллаген достать в течение порядка 12 часов тогда это будет супер продукт для вашего организма это ваш такой нативный коллаген но я допустим у меня нет так столько времени варить бульон я использую в связи с тем что мне уже там скоро 37 да и есть такой момент что с возрастом выработка коллагена снижается ну и плюс ритм жизни такой городской он предрасполагает к тому что периодически курсами коллаген можно пробивать но главное не использовать это каждый день вот я использую пептиды коллагена то есть уже расщепленный коллаген если я принимаю морской коллаген когда его лучше принимать это нереально если морской коллаген можно пить перед едой все аминокислоты пьется натощак ого 12 часов это как постоянно воду доливать или как она же выкипит да периодически добавлять воду но варится он прямо на мелком мелком на маленьком маленьком огне прямо на маленьком есть даже сейчас изобрели мультиварки которые как раз таки не дают выкипать вот этому бульону и он максимально полезный и становится максимально наваристый поэтому считается что хотя бы 6 часов 6-8 но эксперты говорят что 12 часов это идеальное время для бульона есть ли еще вопросы я просто сейчас как раз таки буду выключать нашу запись и сохранять если у вас будут вопросы в начале я отправлю презентацию в начале там будет указан мой профиль подписывайтесь обращайтесь задавайте вопросы я с удовольствием на все вопросы отвечаю и люблю общаться со своими людьми поэтому спасибо Елен что спасибо было познавательно я очень-очень рада я очень рада пожалуйста если вдруг у вас возникнут вопросы вам что-то будет непонятно вы пожалуйста пишите мне я с удовольствием на все ваши вопросы отвечу и буду ждать новой встречи надеюсь мы еще увидимся готовьте вопросы буду с удовольствием отвечать и еще хочу сказать такой момент в связи с тем что живем мы все в такой стрессовой обстановке независимо от времени хочу сказать один момент что побольше уделяйте времени в себе и если вы стрессуете самая простой практика является дыхательная практика есть такая практика называется квадрат когда вы делаете вдох на 4 счета делаете задержку дыхания на 4 счета делаете выдох на 4 счета и снова задержку дыхания у вас такой цикл и когда вы находитесь прям суперستрессовом состоянии делаете эту практику Это очень хорошо активизирует парасимпатическую нервную систему, то есть то, что отвечает за расслабление и помогает снизить стрессовую нагрузку, поэтому используйтесь, относитесь с заботой к себе и к своему здоровью. Вам желаю удачи и всего хорошего, доброй ночи. Стараемся ложиться спать до 11 часов. Всех обнимаю сердцем. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok